Он превратил жизнь соседей в ад. Житель дома по улице Агалакова перестал убираться в квартире. Теперь в подъезде стойкий тошнотворный запах, а в гости к людям ползают червяки и насекомые. От такой картины ужаснулся даже наш корреспондент. Агалакова 36А. Соседи съемочная группа пытаются достучаться до зловонного соседа, а он выбежал с топором. Он целился мне в голову. Я прикрылся к камере, и он в камеру попал топором. Камера пришла в негодность. 31-й канал вызвал милицию. Служителям закона хулиган сопротивления не оказал. Вот он, зловонный сосед. Несколько лет не мылся, а запах такой, что хоть противогаз одевай. Даже оперативники стараются близко к нему не подходить, но все равно возят задержанного в райотдел. Журналистка написала заявление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему светят статьи. Угроза убийством, повреждение чужого имущества. А это до пяти лет тюрьмы. Правда, причины его агрессии еще предстоит выяснить. С топором он бегал даже за соседями. Вот вчера он идет и целый день меня угрожает, отрублю тебе голову. Я, конечно, его не боюсь, но мне-то это неприятно. А что у него на уме? Конечно, его я считаю, и вот жильцы из подъезда, что его нужно именно определить какое-то заведение. А вот квартира пахучего жильца похожа на свалку. Соседи говорят, этот мусор он приносит с помоек в округе. Это после матери. Мать умерла. Он один остался. И вот после этого вроде. Сейчас случилось. У него с головой что-то вот. За время одиночества в трешке он развел здесь полчища тараканов, крыс и червей. Теперь они лезут к соседям. О, видите? Шевелится. Прямо с потолка в их квартиру падают опарыши. Сосед в шоке, ведь этих насекомых не берет ни одно средство. Арсенал отравы пылится на подоконнике. Насекомые ползут по стенам, ползут через электропроводку. Не только насекомые, тут и в подъезде грызуны. И такой запах стоит до девятого этажа, что без противогаза невозможно находиться в подъезде. Ничего не могут поделать даже родственники зловонного жильца. Вот племянница. Говорит, сама боится такого дядюшку. Он нам перед носом двери закрывает и все. Он что говорит? Уходите отсюда, а то я сейчас вас всех порешу. Сейчас милиция проводит проверку. Если окажется, что любитель помоек болен, он может навсегда попасть в психушку. Следователи будут добиваться для него принудительного лечения. Продолжение следует...